Так, те, кто знают меня немного, что я больше учу, чем проповедую. Надеюсь, вам не будет скучно. Он говорит, я попытаюсь сделать это интересным, насколько это возможно. Я говорю, я тоже добавлю. Но то, чем я хочу сегодня с вами поделиться, это то, что я чувствую, что крайне важно. Вы знаете, что тема ретрита «Вера, надежда, любовь равно доверие». И я размышлял над этой темой. И то, о чем я хотел бы говорить, это возвращение к основам веры, надежды и любви. Я уверен, что все мы хотим, чтобы наши церкви и общины росли. И для того, чтобы церкви росли, мы используем разные методы, пытаемся привлекать людей, и некоторые из них нехорошие эти методы. Я думаю, что у Бога очень простой план для роста церкви. И это возвращение к основам. Мы так часто заинтересовываемся, как мы можем привлечь людей, что мы можем новенького им дать, предоставить. Но я думаю, что если мы будем следовать простому Божьему плану, что-то чудесное может происходить. И в первом письме Павла Коринфянам, я думаю, что в этом письме мы как раз можем найти эти основы. И мы знаем, каким основам мы хотим вернуться. Это основы веры, надежды и любви. И я вам расскажу короткую предысторию церкви в Коринфе. И в ранние, в 50-е годы после рождения Христа, то есть это первые 50-е годы, Коринф был очень важным, значимым городом. И если мы хотим понимать Писание лучше, мы должны понимать, о каком месте в историческом контексте что там говорилось и писалось. И в Коринфе сосредоточено было все мореходное продвижение с Востоком и Западом. И этот город был основан как бы на греческой культуре, греческом поклонении. Он страдал от идолопоклонства, этот город, и также от любого вида аморального поведения. Однажды один человек появился, и вот он принес в Коринф революционное послание. И люди по-разному отреагировали. Кто-то с радостью воспринял это послание, кто-то не с радостью, кто-то был даже зол. Но после проведения в этом городе восемнадцати месяцев Павел открыл общину. Мы все знаем, да, что про Павла говорят, что это тот, кто перевернул весь мир с ног на голову. Мне кажется, что Павел наоборот, повернул все нормально, с головы на ноги поставил. Итак, Павел основал общину прямо в следующую дверь рядом с синагогой. И он также проповедовал в синагоге и пытался их там обратить и привести к покаянию и к тому, что Ишуа их мессия. Но они расстроились от таких новостей, которые он проповедовал, и выбросили его вон с синагоги. Поэтому он открыл церковь прямо в соседнем здании от синагоги. И, естественно, через какое-то время мы знаем, что Павел поехал путешествовать в другие места. И в течение своего путешествия он получил тревожное письмо, что церковь, которую он насадил, или община, которую он насадил, страдала от аморальности, от идолопоклонства и других проблем в Коринфе. И что... И греческая культура начала все больше влиять на людей, которые были в церкви. И, честно говоря, можно сказать, что то же самое сегодня происходит со всеми церквями и общинами по всему миру, что на них влияет аморальность, идолопоклонство и уже поклонение. Вместо того, чтобы иметь влияние на людей, на культуру окружающую, они поддаются влиянию этой культуры. И это то, о чем всегда церкви надо держать, как мы говорим, муха востро, настороже быть. Потому что окружение, то, что нас окружает в этом мире, всегда будет пытаться повлиять на церковь. Всегда мир будет пытаться вести себя так, чтобы мы, церковь, согласились с тем, как мир видит, как это должно быть, как все должно быть. Поэтому, когда Павел услышал эти тревожные вести, что он сделал? Он сел за свой стол и ответ написал письмо. Ребята, что-то не так. И в своем письме он попытался разрешить или дать совет, как разрешить доктринальные проблемы, доктринальные и практические проблемы, с которыми столкнулась церковь в Коринфе. И чтение его писем, его послания, оно очень важно. Но нам надо их читать с определенным пониманием. И мы должны их читать так, чтобы они повлияли на нас. Но в течение этого вот письма, первого послания Коринфянам, мы видим, что Павел пытается донести им сердце или сердцевину того, что значит быть верующим в Ишуа. И первое Коринфянам, тринадцатая глава. Некоторые говорят, что тринадцать — несчастливое число. Но тринадцатая глава первого Коринфянам, тринадцатый стих — очень счастливое местописание, потому что дает нам очень важную информацию. А теперь прибывают сие три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Первое Коринфянам, тринадцать тринадцать. Павел говорит Коринфянам, когда все уйдет, когда все удалится, он хочет найти, что Церковь будет стоять в этих трех областях. Будет утверждена. что Церковь будет плодовита в этих трех областях. Церковь должна иметь эти три вещи. И максимально они сильны должны быть. У нас должна быть вера. У нас должна быть надежда. И у нас должна быть любовь. Поэтому я и говорю, что это три ключевые или основные кардинальные вещи, которые должны быть в Церкви, которые должны функционировать вообще на Хитцерпиаде. Максимально, как только это возможно. И хочу заметить, что это не единственное место Писания, где все эти три пункта перечислены вместе. И мы постараемся быстро пройти, потому что у нас лимит времени только час. Итак, давайте. Первое фессалоникийцам 1.3. Первое фессалоникийцам 1.3. 1.3. Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд, любви и терпения, упования или надежды на Господа нашего Ишуа, Мессию. Опять же, мы видим здесь перечислено вера, любовь и надежда. Первое фессалоникийцам 5.8. И мы читаем, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись во что? В броню веры и любви и в шлем надежды спасения. А здесь говорится о том, что эти три элемента, они необходимы для нашего духовного оружия или духовной брони. Это то духовная броня, духовные доспехи, которые мы все находим в Ефесянам 6 главе. И здесь мы видим, что наша любовь и вера, они должны быть нашей броней. И что надежда, она должна быть нашим шлемом спасения. В Галатам 5 главе, 5-6 стих говорит, И мы читаем Галатам 5 главу, 5-6 стих, А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо в Мессии Ишуа не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Опять же, мы видим те же элементы, описанные по-другому, необходимые элементы. в Евреям 6 глава, 10-12 стихи. 10-12 стихи. 11-12 стихи. Евреям, 6 глава, 10-12 стих. И 1 Петра. 1 Петра, 1 глава, 21-22 стихи говорят нам, «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И все эти места Писания показывают, как эти три аспекта — вера, надежда и любовь — имеют влияние на нашу с вами жизнь. И, к сожалению, из-за нехватки времени мы не можем уходить в глубины всех этих мест Писания. Но я надеюсь, что после этих дней служений вы перечитаете эти места Писания дома и поразмыслите, как они могут повлиять на ваши взаимоотношения, на построение с Небесным Отцом, но также и с друг другом. Одно, что мы должны четко понимать, и что через это слово, через этот отрывок Коринфянам 13, 13, что в этом месте Писания, здесь Бог говорит через Павла к Коринфянам, как к общине верующих, и Коринфянам, как Личностям, отдельно взятым индивидуальностям. То есть все это имеет влияние на нас лично, но также и в общем, как на все тело Мессии. И очень много можно говорить об этих разных аспектах, о вере, надежде и любви. И я попытался сократить себя, как только мог. Для меня это нелегко. Я пытаюсь дать людям, когда учу, максимально объемную картину, чтобы они поняли. Но и так, давайте начнем. Итак, о каком виде веры Павел пытался говорить Коринфянам? Не знаю, какой смысл у вас вкладывается в слова вера и доверие, но в английском они означают практически слова-синонимы. И Евреям 11.1 говорится Все мы знаем этот местописание, Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То, что здесь нам пытаются понять, объяснить, что естественными глазами мы можем этого не увидеть. Мы не всегда видим реальность нашей веры. Мы не всегда понимаем контекст надежды, что он в себя вкладывает, но мы вернемся к надежде позже. В этой жизни, согласно 2 Коринфянам 5.7, мы все ходим по вере, но не видением. И другими словами, что вера — это должно быть что-то, в чем вы движетесь, что в реальности вы, может, и не видите. Нам нужна вера, для того, чтобы видеть в духовном мире. Итак, вера критически необходима или важна для того, чтобы видеть невидимого Бога и Его истину, то, что невозможно в реальном мире. Бог — Он истинно, да? Его Слово истинно. Все остальное мы можем поставить под вопрос. Но мы не можем поставить под вопрос или сомнение Его Слово. А мы, к сожалению, очень часто делаем это. А действительно ли Бог это имел в виду здесь? Но также нам нужна красивая или понятная картина и объяснение того, что это Слово на самом деле означает. И вопрос веры очень часто поднимается в письмах Павла. И если мы немного посмотрим на это, мы тогда поймем, что Павел искал в Коринфской церкви. В книге Римлян Павел называет Авраама величайшим примером человека веры. И четвертая глава Римлян говорит о том, что эта вера сделала Авраама праведным. Это не был вопрос обрезания. Это не было ничего из того, что он сделал, Авраам, из его поступков. Это был факт, что Авраам поверил Богу, что то, что Бог сказал, это правда. Что он на самом деле станет отцом многих народов. Даже когда он был 99-летним стариком, и его физическая система уже не работала соответствующим образом, чтобы иметь детей. Но это не был вопрос о нем, это был вопрос о том, что Бог мог сделать. И мы должны не забывать, что его жена далеко от него не убежала в вопросах этой веры. И это был вопрос веры Авраама в то, что Бог может сделать то, что он обещал, или что он сказал. И Писание нам говорит, что именно вот эта вера была засчитана ему в праведность. И мы можем часто задаваться вопросом, почему? Это было потому, что Авраам доверился Богу, что Бог сделает то, что он сказал, что он сделает, и что Бог в ответ знал, что Авраам по-настоящему доверился и поверил в того, кем Бог являлся. Другими словами, вера — это верить в то, кем на самом деле является Бог. И это очень часто является нашей проблемой. Да, мы понимаем, что Бог, ну, он Бог. Но иногда мы ставим под вопрос его способность делать то, что он сказал, что он сделает. А это означает, что у нас нет достаточно веры, и что мы не доверяем Ему. И это очень важный урок. Хочу дать вам другой пример. Пример веры. И это касается времени, которое было после трех тысяч лет, после Авраама. И второй пример веры. Это ситуация о человеке, который показал столько веры, что даже удивил самого Ешуа. И из-за нехватки времени мы только на русском прочитаем. Это Луки, седьмая глава, с первого по десятый стихи. И слушайте внимательно. Когда он окончил все слова свои, к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышал об Ешуа, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Ешуа, просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Ешуа пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому приди, и приходит. И слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Ешуа удивился ему, и обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Я уверен, что вы много раз читали эту историю. Задавались ли вы себе вопросом, что на самом деле удивило здесь Ешуа? Когда мы читаем с вами Писание, это зависит от того, как мы его понимаем. Позвольте мне здесь дать короткий пример. Лука, 10 глава, с 25 по 26 стихи. Мы видим, эксперт Торы пришел к Ешуа и задал ему вопрос. И вопрос заключался в том, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? И смотрите 26 стих интересный, что Ешуа отвечает. Он же сказал ему, в законе что написано и как ты читаешь его. У человека были вопросы по поводу вечной жизни. И Ешуа отправляет его к Танаху, к Торе, в Ветхий Завет. И он говорит, там ты можешь найти то, что тебе делать. Но вторая часть вопроса Ешуа звучит, как ты его читаешь? Здесь Ешуа нам показывает, что мы, читая Писание, каждый по-своему можем его понимать разными способами. Поэтому есть правильный и не совсем правильный путь понимать Писание. И мы видим, что этот законник, знающий Тору, он говорит, что да, в Танахе говорится возлюбить Бога превыше всего. А также любить соседа, как самого себя. И мы знаем, что Ешуа ответил, да, ты понимаешь правильно. Но дальше у этого эксперта Торы пошли проблемы. Потому что Ешуа сказал, это именно то, что тебе надо делать. И потом он сказал, и Тора эксперт потом спросил, кто же мой сосед, кого считать ближним. Другими словами, здесь ясная картина того, что знаток Торы понимал Писание правильно, но он искал пути обойти этот закон и поступить по-своему. И я считаю, что периодически мы виноваты в том же самом грехе. мы пытаемся конфронтировать с истиной Писания. Особенно, когда нам не нравится то, что мы слышим в Писании. И потом мы пытаемся найти лазейку, как это обойти. Много лет я прожил в Бельгии. И у них есть такое подобие игры. Игра заключается в том, что правительство Бельгии делает налог какой-то. А потом народ ищет путь, как обойти этот налог и не платить. Это спорт в Бельгии. У нас такой же спорт, да? Но иногда мы такое же делаем с Писанием. А мы не должны так делать. Если это идет вразрез с истиной, разбирайся с этим. Меняйся. Не пытайся обойти и найти лазейку. Итак, оставим это на секундочку и вернемся к нашему центуриону, вот этому начальнику. Что было в этом центурионе такого, что Иешуа оценил так высоко его веру? Первое, что можно увидеть об этом римском военачальнике, что он имел сострадание. Думаю, что он был из разряда каких-то генералов в армии римской. То есть, ключевой важный человек, который мог с большой властью. Но здесь мы видим, что он беспокоился о каком-то слуге своем. Если обычно мы будем думать о римской армии, о римлянах, как они тогда вели себя, то больше походило на то, что с ним проблемы, выгони его вон, или там казнить, нельзя помиловать, и вот такая жестокость. Но этот человек имел сострадание к слуге. И он слышал о Ишуа, и он послал людей спросить о помощи от него. Также здесь мы видим в этом его огромное смирение. Он очень был смирен. Ишуа был для него какой-то певант из Галиле Ишуа для него был какой-то неизвестный из Галилеи. Да, он мог слышать о чудесах. Он мог много о Ишуа слышать. Но для римского генерала консультироваться у какого-то рыбака или у столяра у кого-то это было бы ну недостойным. И он имел смирение пойти и спросить у него. И во-первых, мы видим, что он не пошел сам. он попросил еврейских старейшин. И они пришли и объяснили Ишуа, сколько много доброго сделал этот римлянин для Израиля. Ишуа, послушай, он достоин, он хорошо к нам относится, он синагогу построил, он имеет любовь к людям. Когда он пришел сам уже к Ишуа, он не говорил ни об одном из своих достоинств. Он не пришел, он не сказал, слушай, Ишуа, я столько сделал для твоего народа, послушай, я прошу тебя о маленькой услуге, да? Он так не делал. Он не таким образом пришел к нему. Как он пришел к нему? Он сказал, я недостоин, я недостоин, чтобы ты даже под кровь мой пришел. Я даже не вижу, каким правильным образом я имею право принять тебя в своем доме. Это огромная разница между тем, что как еврейские старейшины его представили и как он сам себя представил. в том, что они очень беспокоились о их работах. И в тот период времени в истории и сейчас они очень беспокоились о своем статусе, о своих делах, о своей важности. Фарисеи были о послушании закона, закона Моисея, исполнения. Они очень переживали обо всем. для них вот это было важным и достойным, чтобы принять Божье благоволение. И вот если ты все-все-все правильно делаешь, говоришь все правильные молитвы, заботишься о бедных, что сами они как раз и упускали делать, это вот было их мерило достоинства. чтобы принять что-либо от Господа. Но этот римский начальник, как Авраам, понимал, что ничего он не может сделать, чтобы стать праведным и достойным, чтобы Бог что-то ему сделал в ответ. Он осознавал, что ему нужна благодать и милость от Господа. Если можно, откройте окно, то здесь душновато и люди засыпают. Больше, больше. И мы видим следующее в этой истории, что этот человек верил, что Ишуа достаточно послать одно слово, и это принесет исцеление его слуги. Он говорит, Ишуа, я знаю, у тебя есть власть, ты скажешь слово, и оно произойдет. Послушай, я генерал, но я сам, говорит, человек под властью хожу. Есть люди надо мной, они дают мне приказы, но и я даю приказы дальше, и люди слушаются. Иди сюда, делай то. Он был человеком власти, и он распознавал власть, он узнавал ее. К сожалению, в нашей жизни мы часто действуем, не имея власти, не являясь мужами и женами власти, а также не подчиняемся и не уважаем ту власть, которая есть над нами. Но когда он говорил это, он искренне верил, что у Ишуа есть сила сотворить это чудо. У него была вера. Этого еще не было в реальности, это еще не произошло. Но также, я думаю, что у него было знание или понимание, кем являлся Ишуа. даже несмотря на то, что он был римлянин, несмотря на то, что он находился в армии, несмотря на то, что он был римлянин в чужой армии, он понимал, что Ишуа был сыном Божьим. это необычное. Это было что-то необычное. В том, что он верил, что Ишуа может исцелить, это означало, что он не только понимал, кем был Ишуа, и верил, и верил, кто, кем Ишуа являлся. Чтобы вы понимали, иногда мы можем понимать что-то о чем-то, о ком-то, да? Но это не значит, что мы искренне или до конца верим о том, что человек является тем, кем он о себе говорит. У нас все равно еще могут оставаться вопросы по поводу людей. Но здесь в Писании мы четко видим, что римский начальник этот был абсолютно уверен, убежден. Вот это вера и удивила Ишуа. И это была та же вера, которую имел Авраам. И здесь я отметил такие три вещи, о чем Ишуа говорил в адрес этого римского наставника. Первое. Во всем Израиле Ишуа сказал, я не нашел никого с таким состраданием к тем кому он должен был, кому его даже не стоило показывать. Итак, сострадание к слуге. Мы говорим о слуге. Он вообще, скажем так, не заслуживал получить сострадание от своего начальника. Он был всего лишь слуга. И он получил это сострадание. Иногда, к сожалению, мы с вами делаем какие-то вещи, потому что думаем или знаем, что должны их сделать, но делаем их все равно без должного сострадания. Второе. Он не знал ни кто делал много добрых дел, но не засчитывал на них. Дальше мы выяснили, что Ишоа не нашел или до этого не было найдено ни одного, кто делал много добрых дел, но при этом не полагался на них, не засчитывал это себе в заслуги. Как я уже сказал, в то историческое время еврейские лидеры, они очень заботились о своих добрых делах, поступках. Они были очень горды тем добрым, что они делали. И вот есть римлянин, который сделал очень много доброго, но при этом не полагался на свои добрые дела. Третье. Также Ишоа говорит, что удивило его то, что не было найдено никого, кто мог бы поверить, что Ишоа может сотворить чудо из-за того, кем Ишоа являлся. Другими словами, многие слышали Ишоа, слышали о чудесах, которые он делал. Но все еще, приходя и ожидая чудес, они обращались, но имели вопрос или имели недоверие о том, действительно ли ты Мессия, действительно ли ты Тот. чудеса. Иногда они видели чудеса и даже были частью этих чудес и все еще не были убеждены до конца, что он являлся Мессией. Если вы будете внимательно читать Писание, вы увидите их сомнения. Но этот римский солдат никогда лично не сталкивался с Ишоа, не встречался. Он сказал, я верю, что ты Тот, Кто Ты есть, что Ты Сын Божий. Это та вера, о которой Павел ищет в людях и писал в Коринфянам. И я верю, что это тот вид веры, который мы должны культивировать и развивать и в наших общинах, и в своей личной жизни. Знать, кем является Бог, знать, что Он может сделать то, что Он сказал, что Он может сделать. Время убегает от нас. Переходим к вопросу надежды. Какую надежду Павел описывает здесь в Коринфянам? И очень часто надежда это то, что сложно отделить от веры. И это две вещи, которые фундаментально соединены и скреплены вместе. о вере. Такое провозглашение вера выигрывает в проблемах, в сложностях. Она размножается, она растет от времени к времени, и уровень веры растет. Смотрите, очень часто мы хотим избежать сложностей, избежать проблем. Но на самом деле, именно проходя сквозь эти сложности и проблемы, это лучшее место и лучшее время, когда мы растем в наших взаимоотношениях с Богом и развиваемся, и уровень веры растет. Давайте обратимся к римлянам 5 главе с 1 по 5 стих. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Ишуа Мессии, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а в надежде не постыжает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым данным нам. И снова мы видим все нужные три элемента. Доверие, вера, у нас есть надежда и даже любовь. мы приняли все это верой, доверяясь Богу, полагаясь на Него, надеясь на то, что Он совершит. Достаточно интересно пятый стих, а надежда не постыжает или не разочаровывает. Читая этот отрывок, мы видим, что вера это ключ, который открывает Божьи обетования. Но надежда является инструментом, благодаря которому мы удерживаемся на этом пути к вере, к Божьим обетованиям. неверующий мир во времена Павла относился к надежде как к какой-то временной иллюзии. И сегодня мы имеем такую же самую проблему. иногда к слову надежда мы относимся ну, может быть произойдет, а может не произойдет. Мы надеемся, что это будет. И на самом деле, если мы задумаемся, то нет чувства безопасности в сегодняшнем понимании слова надеюсь. Если вы об этом так думаете, таким образом, что может быть, а может нет. И не было сюрпризом для того, что Павел сказал, что у неевреев, да, у язычников нет веры, нет надежды. И Ефесянам 2, 12. Что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. Ефесянам 2, 12. Надежда, которая приходит от Господа, она движется вперед, она удерживается за все, даже несмотря на то, что времена или события меняются, она выстаивает, несмотря ни на что. даже когда мы чувствуем, что нет никакого способа, чтобы это обетование исполнилось. надежда, о которой говорит нам Писание, это надежда, которая имеет уверенность, что это произойдет. Эта надежда базируется на сильном основании. И Бог говорит о том, что те, кто ожидают от Него или те, кто надеется на Него, не будут постыжены или не будут разочарованы. И мы читаем Висайя 49 глава, 23 стих. Исайя 49, 23 И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, и что надеющиеся на меня не постыдятся. Бог способен поднять реальность твоей надежды. Другими словами, смотреть предвкушая или смотреть ожидая то же самое, что иметь надежду. когда мы в Англии говорим так, что когда женщина беременна, мы говорим она в ожидании. Ребенок там, вы его не видите, он как бы еще не в нашей реальности, но мы ожидаем его. вот о такой надежде мы говорим. Зная, что да, оно еще не рождено. Да, вот те обитания, которые Бог дал, обещания, но мы уверены в них, они грядут. Вот о чем надежда Божья. вот поэтому те мужи веры, которые перечислены в Евреям 11 главы, являются как светилами надежды, да. и мы читаем Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. некоторые вещи, которые мы верим, что Бог совершит, Бог совершает мгновенно. Но некоторые вещи, которые Бог обещает, они может быть для будущего. И нам надо иметь эту правильную надежду или ожидание, что они станут реальностью. Так это было с Авраамом. У него была надежда, что он станет отцом наций, народов. Даже когда вокруг обстоятельства говорили, что это уже невозможно. Римлянам 4 глава 18 стих говорит нам, он сверх надежды поверил с надеждой, что через что сделался отцом многих народов. Посему сказано так, многочисленно будет семя твое. Римлянам 4 18. Когда мы читаем дальше остаток римлянам 5 главы, Павел говорит о великой надежде, которую мы имеем. это значит иметь правильное отношение с Богом и вечную жизнь через Ишуа. Павел говорит, что именно это должно стать истинной надеждой для церкви. чтобы они не размышляли о том, что этот мир предлагает, но о том, что вот-вот. Чтобы они больше не беспокоились о том, что этот мир может предложить, но о том, что грядет дальше в будущем. не 10 минут over. I'm not giving you mind. They need your mind. They need my mind. You can speak without mic. over. Yeah, I can speak with them. with them, ma. How через час? Час проповедь. What? Everyone finished. Мы говорим про веру, надежду, любовь. Вы что, так интересно, какой заснули. Простите, это моя вечная проблема. Учу долго. Время мой враг. Не любит меня время. Ну, смотрите, вы готовы пожертвовать еще 5 минут перерыва? Сейчас перерыв. They're ready to sacrifice their break. Да, не, не отключай, сейчас продолжим учить. Спасибо, но мне что, нужен перерыв. Откройте и второе окошко там, пожалуйста. Потому что если кто-нибудь из вас еще зевнет, я усну. Я сказал вас, предупредил, я больше учитель, чем проповедник. А учителя берут больше времени. Мы продолжаем. Итак, где мы? Итак, в чем наша надежда? Наша надежда должна быть не на этом мире. Не на том, что мы можем найти в этом мире. Не то, что этот мир может предложить нам. Но то, что мы можем ожидать получить от Бога. И те вещи, о которых мы размышляем в этом мире, они иногда доминируют и влияют на наше просмышление. И обратимся к Евреям, тринадцатая глава, четырнадцатый стих. И мы читаем, Евреям 13, 14. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Чего мы ищем? Чего мы ожидаем от этой жизни? Все, абсолютно все, что есть в этом мире, в один день, исчезнет. Писание говорит, все сгорит. Но то, что мы имеем с вами в Ешуа, то, что мы имеем в наших отношениях с Солнцом, это для вечности. Это будет пребывать вечно. Так не должны ли мы жаждать этого больше, чем всего, что есть в этом мире? И 1 Иоанна 3, 3 говорит, Итак, всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он, через 1 Иоанна 3, 3. Если мы на самом деле имеем эту надежду в нас, мы должны жить жизнь чистоты, святости, по отношению к Богу. И, как мы уже сказали, Римлянам 5, это надежда приходит от радости в наших страданиях. Когда я говорю это, не всем это приятно слышать, что надежда от радости в страданиях. Можем ли мы радоваться в наших страданиях? Если мы можем ли мы воздавать Богу славу, когда находимся под давлением или атаками, это будет стоить нам продвижение вперед, настойчивость. Если мы будем делать так, мы станем сильнее. Вы, наверное, слышали историю, как бабочка появляется из кока. Да, хорошо. Поэтому я не хочу рассказывать подробностей. Если вы разрежете кокон, бабочка умрет, потому что она не прошла эти страдания прорваться через кокон. Она не набрала силы. И то же самое с нами. Страдание, оно развивает вот эту настойчивость, это продвижение вперед. Если мы будем продвигаться вперед, будем иметь настойчивость, у нас будет сильнее характер. И мы сможем противостоять атакам в будущем намного лучше. И знание, что Бог даст нам надежду пройти сквозь это все, И знание этого, что Бог проведет нас сквозь эти сложности, будет умножать нашу надежду в Его обетованиях, в Его обещаниях. И в этом виде надежды, которая удерживается и держится всех Божьих обетований, через все страдания, производится еще большая уверенность в духовном, больше, чем в натуральном, естественно. Вот о чем Павел говорит в Коринфянской церкви по отношению к надежде. И это искренне то, что я верю, что нам необходимо иметь в наших церквях и в наших жизнях. What kind of love can we raise this book of faith? I am so... My love is grace. Итак, какого вида... Давайте очень быстренько о третьем пункте, важном пункте. Какую любовь Павел описывает или ищет в Коринфянам? The other two virtues are important. Life and hope. But Paul and the sign of love must be more important. And he makes it very clear why love is put on such high position. And what is looking for in the church? И чего же он ищет, чтобы было в церкви? Если мы прочитаем отрывок с 12 главы Коринфянам, 31 глава, We see that Paul also has a lot of things. He talks about talking in tongues. He talks about... Если мы прочитаем с 12 главы 31 стиха по 13 главу 8 стих, мы видим, что Павел перечисляет многие вещи, говорение на языках. Разные чудеса, но то, что Бог... То, что Он подчеркивает, что важно, чтобы мы имели любовь. Он говорит нам, чем является любовь. И я верю, что вы читали этот отрывок Писания, мы не будем сейчас его читать. Но мы склонны, как церковь, судить людей по тому, что они делают. Кто-то говорит на языках, кто-то молится, кто-то пророчествует, кто-то имеет веру двигать горы. И мы думаем, о, вот это мощные люди. Вот это, наверное, очень духовные люди. И мы начинаем думать о них, как о мужах и женах Божьих. Но Павел говорит очень четко, что даже делая все это, если мы не имеем любви, ни что... Когда мы смотрим на дела, Бог смотрит на мотив ваше сердце. Все вот эти вещи, которые перечислены, мы можем делать с совершенно другими мотивами. Может, мы ожидаем чести в наш адрес, почитание. Может, мы хотим, чтобы кто-то думал хорошо о ком-то. Но это не то, чего Бог ищет. Все это уйдет или пройдет. И невозможно иметь любовь и не действовать. Поэтому любовь является более важной. Потому что из любви исходят все остальные вещи. Здесь мы видим, почему Иешуа сказал, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Когда впервые были даны 10 заповедей, они, чтобы исполнять их, это было как под действием страха. Если вы не делали, то вы не будете делать это. Если не будешь делать это, тогда у тебя не будет возможности войти. Это приносит и рождает страх. Но в Новом Завете Бог ожидает, что мы будем соблюдать эти заповеди из-за любви. Из-за любви, во-первых, к Нему. Если вы любите Бога, вы будете слушаться. И Шуа также это говорил. Если любишь меня, будешь исполнять мои заповеди. Вы можете исполнять заповеди, не любя Бога. Но это вам не поможет. Только потому, что вы любите Бога. Если мы действительно жаждем этой любви, мы будем терпеливы, мы будем добры. Мы не будем зависимы. Мы не будем зациклены на себе, что я такой хороший. Мы не будем гордиться. И все вот те вещи, которые перечислены, также описаны. Мы должны противостояться, радоваться истине, защищать друг друга, доверять, иметь веру, иметь надежду и настойчиво двигаться вперед к этому. Иметь Бога в нашей жизни должно двигать нас не только соблюдать Его заповеди, но также двигаться намного дальше, чем это. Такую любовь Павел ожидает увидеть в церкви Коринфянам. И это такая любовь, которую Ишуа ищет в нашей жизни. Здесь мы остановимся. Может быть, когда-нибудь мы вернемся к применению вот этих всех вещей в нашей жизни.